Ключевой этап занятий специалистов противовоздушной обороны из механизированных бригад – дивизионные тактические учения. Сегодня на огневые рубежи вышли военнослужащие из Минска и Заслоново. Чтобы в полном объеме обучить личный состав, обучить командиров подразделений для реальных действий, очень положительная роль полевых выходов, где личный состав занимается тем, что необходимо на войне. Отрабатывались принятие решения командирами подразделений на ведение боевых действий, плюс отрабатывались вопросы тактических действий. Прикрытие войсковых подразделений от воздушных атак неприятеля, уничтожение крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» – высокоэффективное оружие. На полигоне в условиях, когда нет противодействия противника, его КПД и вовсе стремится к 100%. Тренировались интенсивно, изучили полностью все технические характеристики. Сегодня был у нас зачетный день. Мы отстрелялись в принципе все хорошо. Я вот попал, поразил точную цель на 5 баллов. Как только комплекс взял, как взял за ручку на колу, уже готов к стрельбе, цель появилась. Сразу понял, все, вот она, вот этот момент. Нажал на пуск, ракета полетела. Мониторинг воздушного пространства ведет и комплекс «Стрела-10». При обнаружении вертолетов огневой поддержки управляемая ракета покидает пусковую установку. Боевая машина способна поражать цели с места, с коротких остановок, в движении и даже на плаву. Одно из самых мощных средств противовоздушной обороны – зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». Система может обеспечить над войсками чистое небо в радиусе до 10 километров. Восемь управляемых ракет и почти две тысячи снарядов к двум 30-миллиметровым зенитным автоматам. Весомый боекомплект. Мы выполняли задачу номер 4 по вертолету огневой поддержки. Стреляли ракетным каналом из СУ-2С6. Ракета очень сверхскоростная. У нее скорость начальная – 910 метров в секунду. На вооружении войсковой ПВО стоят комплексы, способные бороться с современными и перспективными средствами нападения. Но исход этого противостояния зависит от человеческого фактора. Судя по результатам нынешней стрельбы, тандем расчетов ПВО и их машин способен решать самые сложные задачи. Павел Гордеичик, Антон Груша, телекомпания «Воен-ТВ». Специально для программы «Наше утро». Специально для программы «Наше утро»